Имеет смысл добавлять в интерьер, в собственный гардероб, в зону своего зрительного восприятия какие-то стимулы яркие, цветовые, которые могут влиять на настроение. Те цвета, которых вам не хватает, типа голубого неба, желтого солнца, можно использовать в элементах одежды. Яркий зонтик, какой-то красивый шарфик, что-то новое, шапка. Это способно поднимать настроение и вам, и тем, кто вас видит. Признаками депрессии близкого человека может быть, разумеется, сниженный фон настроения, снижение его двигательной активности. Замедление мыслительного процесса, то есть человек замедленный в речи, не так быстро соображает, проявляет какую-то апатию, подавленность, незаинтересованность. Собственно, частый плач или жалобы могут указывать на это. Снижение привычных активностей, когда люди перестают, дети, например, посещают школу или вуз. Это повод задуматься и присмотреться. Не отказывайте близким в возможности пожаловаться. Часто бывает, что говорят, перестань ныть, займись делом. И к жалобам на определенном периоде, если вам, вы заинтересованы в благополучии близкого человека, имеет смысл прислушиваться. То есть как часто они повторяются, на какие они темы. Если это все действительно на регулярной основе постоянно, то это повод задуматься ни депрессии ли у близкого, ни направить ли его к доктору.